Итак, у нас начинается соревнование. Женщина 50 килограммов и мы видим Ольга Королёва уже на помосте в ожидании. С красным поясом наши спортсмены. Гульжахон Норматова из Узбекистана. Финальный поединок. Да, Ольга Королёва, чемпионка страны, чемпионка Европы, победительница Кубка мира. Чемпионка мира в Санкт-Петербурге. Она выиграла. Она представляет Брянскую федерацию. И очень давно находится в составе сборной команды. Постоянно ездит на все международные старты. Ну, узбекских спортсменов, откровенно говоря, мы знаем меньше. Но то, что они демонстрируют на этом домашнем турнире, во-первых, очень высокомотивированы и очень хорошо готовы. Плюс, как хозяева, они получили право выставить двух спортсменов в каждом весе. Это тоже преимущество. В самой лёгкой весовой категории сюда, кстати говоря, очень мало участниц. Приехало 4 человека, поэтому сразу соревнования начались с полуфинальных боёв. Ну, так всегда мало. Даже иногда у нас по стране не набирается таких легковесов. Ну, и вчера Ольга Королёва обыграла узбечку Амадову и вышла сейчас финальная победа. Бойцы с синим поясом показывают, что у них нет липучки на поясе, которые необходимы для того, чтобы пояс развязывался не так часто. Потому что часто некоторые спортсмены пользуются этим, развязывают пояс и отдыхают. Чтоб подышать. Ну да, частое явление тактическое, сравнивая с борьбой, значит, это развязать шнурок на борцовке. Поэтому сейчас современные борцовки на липучках, а если нет, тогда обязан их липластырем или тейпом шнурки завязывать. То есть в дзюдо тоже мы пользовались, там дернешь, споешь у себя, значит, время подышать. Еще вторая возможность была при благоприятных обстоятельствах, но если ты задыкаешься, какую-нибудь жесткую посечку ты делаешь, якобы тебе отбили, тебе голень, тебе нужно заморозить, посидеть, подышать. Здесь еще бывает, сталкиваются с тем, что некоторые шлема растягивают. Такое бывает. Ну, тактические уловки существуют. Итак, пять минут финального поединка. Сегодня первое. Очень сразу быстро, ну, кинулись в бой, у кого-то даже капа выпала. Я не замечаю. Очень близка, Ольга, очень близка. Но попадается, настолько, видимо, ожидало боя, что попадается на прием. Я не знаю, единственное, из портера оценит или из стойки. Нет, я думаю, что тут будет замечание за запрещенное. Это из-за того, что, наверное, удар поспределит. Нет, капа выронила, показывает арбитр. Да, так сказать, быстро очень начали, без разведки никто не рассматривал, даже как двигатель, ротнер, сразу кинулись в бой. По правилам. Видишь, близка была, чтобы взяли подножку, пошла на бросок, скручивается через бедро и... Получилось оценки, ни у кого не будет. Бросок с колен не оценивается у нас. А удары, так сказать, в партере у нас будут. Поэтому они тоже не оцениваются. И ушло содержание. По правилам арбитр обязан выслушать секунданта, вот на что он претендует. Ну да, какой они дают претензию к судейству. Сейчас будет разбираться, смотреть. Если можно чуть побольше интершинчика добавить. Подсказывать спортсмену, за что было сделано замечание. Очень много в рукопашный будет, приходит или параллельно занимается. Вот как ты, Ярослав, бойцов, которые выступали в других дисциплинах. Да, бывает такое, что у нас много спортсменов переходит в рукопашный бой. Внимание, удушающий захват перекрывает ногами. Движение 5 секунд отводится на захват и 20 секунд на само удушение у нас. Надо смотреть по ногам защищающегося спортсмена. Если ноги задергаются, значит движение пошло. Пока спокойно сидит Норматова. Переход на болевой? Нет, все время болевого они считали одно время. То есть 20 секунд на одно техническое действие в квартире. Да, опять у нас секундант синего угла у нас подает 5-5 тысяч. Сейчас бы показать табло режиссеру трансляции. А какой счет, мы же не знаем. Я видел, что 1 балл дали, но там был размин тоже ударами. Может быть 1-1 сейчас счет. Так, 1 плюс у красного есть. И чуть-чуть откройтесь нам. 4. А, нет, это 4-0-6. Да, это время. Да, это время. В это время спортсменки Норматовой так и не увидели. Вот час 0-0. Так, значит первое действие, это замечание с баллом не стали оценивать предупреждение. Да, 1 балл. Значит 1 балл выигрывает. Вот сейчас табло было в кадре. 1 балл. Российская спортсменка ведет. Да, и первое техническое плюсик. К чему апеллирует, я вот не обратил внимания, к чему может узбекский секундарк апеллировать, что он хочет добавить своей спортсменке. Оценивать не было. Бросок. Вот по этой ситуации вообще ни о чем. Ну, здесь только если за удары зацепиться, но они все были в кость. Вот, в стойке удара может быть в самом начале. Вот это имеется в виду. Просто четких попаданий как таковых не было. Поэтому балл все равно дали. Значит удар рукой, левой рукой. Вот посчитали. Первый, да, который, наверное, дошел. На сближение. Она пошла потом в сближение. Вот первый удар засчитали. Ну, молодец. Настоял. И получилось, что спас оцененные действия. Один, да, балл. Бас и нему дали. Удар рукой в корпус был. Действия в захвате были не оцениваться, поэтому их развели 5 секунд на захват. Сейчас они очень быстро в захват заходят, поэтому судьи даже, наверное, не успевают рассмотреть. Там 1-2 удара с каждой стороны, если только оцененных может быть. А потом все практически в захвате происходит. Посмотрел на табло Королева. 2-1, по-прежнему 2-1 вступает. Большая дистанция. Сейчас достала по корпусу Королева. Так. На входе. Да, комбинацию провела. Да, один удар засчитали. Много корректировок арбитра. Да, это синему спортсмену за то, что она очень быстро упала. И, ну, судья тоже не очень будет понятно. Там был нокдаун, не было нокдауна. Она еще раз попадает у нас в Ольга. Сейчас справа попал. О, очень сильно. Очень сильно. Навстречу налетела. Навстречу, да. Под удар ноги нас встретила. И Ольга потеряла равновесие. Причем это такой зрелищный эффект и получился прием с падением от удара. Да, очень хорошо, что, ну, там не прям падение было. Если было бы падение, то еще бы могли оценить его. А так, опять на входе у нас спортсменка из... Да, сравнивает броском. 4-4. Ольга все время пытается выйти у нас на болевой или удушающий. Да, она, видимо, понимает, что тяжело в финале с хозяйкой биться и надо выигрывать безапелляционно. То есть, да, это как болевой тут уже, что называется, не поспоришь, не повозражаешь. Сдача будет видна всем. Потеря времени, не получается развить атаку. Время. Равный счет. Активность спортсмену синим. Так, выход на удержание. И опять спортсменка с Узбекистана уходит в удержание. Да, Ольга забрасывает ногу, но неудобная позиция выхода на болевой. Норматова хорошо бьется. Финал достойный вышел. 4-4. Кстати, вот эта активность, она может повлиять при равном счете. Активность, она более весомая, чем первое действие? Да, сначала считает активность у нас. И если даже активность бывает такой, что равная, либо ее не набрали, то смотрят тоже по первому техническому действию. По активности, по-моему, 1-1 у них. Хотя, ты знаешь, по логике, мне кажется, последнее техническое действие, оно более тяжелое. Сейчас красный угол подает апелляцию, балл синим ему дали. Да. А вот ты разглядел, почему дали балл Норматовой? Нет, сейчас не видел. Ну, сейчас посмотрим на повторе. Не стали рассматривать, вернули. Теперь уже подает, но с другая стороны апелляции. А только что же они подавали и получили оценку. Еще что-то рассмотрел? Как внимательно смотрят тренеры, читая глазами. Из-за того, что равный поединок, у нас получается очень много апелляций в данном бою. Успокаивают уже тренера друг друга. Да. Еще удар показывает, увидел еще удар. Показал плечи, грудь. Тем не менее, 5-4. Выигрывает хозяйка чемпионата. Гольги нужно наращивать, да. Опять пытается выйти, но душа еще у нас. На ручку садится. Сейчас наливай. Да, пытается вытянуть руку. Тяжело таз немножко не в ту сторону. И край. Спортсменка из Испекстана выходит. С болевого. Показывает активность нашей спортсменки. То есть по активностям равны, но проигрывает. Один балл у нас. Я смотрю, что Ольга больше ставку делает на борьбу в данной ситуации. Сейчас удар ногой был, но похоже она его не попала. 40 секунд остается. Тренер подсказывает, чтобы она не боролась. Не вяжись, да. Потому что любая попытка удержания, это те же 20 секунд отнимет. Да, 30 секунд остается. Один балл. Балл синему опять за удар ногой в корпус у нас. Активность красная. Вставай, вставай в стойку. Вставай, не вяжись ты там. Два балла проигрывает уже. Да, два балла уже до 15 секунд до конца. Много. Но мы видели вчера. Еще два балла. Расскор в стойке. Четыре балла. Ну что, тоже не утверждается. Психологически не выдержала, да? Я думаю, что да. Она даже отвернулась чуть раньше времени. Так получилось, что била ногой и спортсменка из Узбекистана ее поймала. Да, очень хорошо так. Итоговый счет сколько? 8-4. Да, четыре балла. Приличный разрыв, конечно. Да, на два балла набрала ее бросок на два. Итак, поздравляем хозяев. Гульш Ханон Норматова становится чемпионкой мира. Несмотря на то, что она балл потеряла в самом начале. За то, что форма была не в порядке. Да, все равно потом набрала свои баллы. Только в конце пыталась отыграть два балла своих и ударить ногой в голову. Так получилось, что ее ногу поймали. Ну вот это у нас такая узбекская лезгинка получилась. Сейчас у нас 60 килограмм будет оба спортсмена из Узбекистана. Да, поэтому золотая медаль достается хозяевам турнира. И серебряная тушь. Если разбирать поединок, Ярослав, в чем ошиблась Оля? Я думаю, здесь ошибка была максимум в конце только, когда она пыталась уже вернуть свои баллы. А мне кажется, что спортсменка не прочувствовала то, что у нее хорошо виден по сравнению борцовской техникой. Но она не пошла в этом финале. И здесь нужно было менять свою тактику и забирать баллы ударами. Да, потому что узбечка хорошо была готова, не дала ни разу выйти на болевой. Да и бросков как бы таких явных не было, потому что она очень хорошо защищается и выкручивается прям от бросков, от удержания, от всего выкручивалась. Ну, у них здесь во время поединка такая суть была, что они только начинали серию и сразу сходили в захват. Поэтому ударной технике тоже особо не разойти. Тоже проявить было сложно. По идее, нужно было похитреть чуть дистанцию, сделать, чтобы прицелиться. Мне кажется, Ольга чуть повыше ей можно было попробовать подвигаться на дальней дистанции.